всем привет добро пожаловать в новое видео меня зовут линда если вы впервые на моем канале обязательно подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы первыми смотреть все канале сегодня у нас с вами шопинг-влог я нахожусь в киеве и пользуясь такой возможностью я приехала на шопинг в манго многие из вас спрашивали меня почему я не снимаю шопинг-влоги из манго не делаю обзоры объясняю потому что у нас харькове манго это очень маленький камерный магазин с очень ограниченным количеством товаров в киеве благо манго полноценный огромный магазин с большим количеством товаров поэтому я приехала сейчас в торговый центр и хочу снять для вас шопинг-влог посмотреть вообще что нам предлагает манго посмотреть пощупать составить интересные образы в общем пойдемте с вами на шопинг сразу давайте посмотрим на манекены что у нас непосредственно встречает вот такой вот интересный образ с теплым миди платьем очень красиво завязан ремешок такое достаточно тоненькая пальтишко сверху обязательно в зале найду артикулы и покажу вам в целом мне образ очень нравится с грубыми такими ботинками смотрится очень интересно вот еще один образ с более таким легким платьем платье скорее всего из вискозы да вот и здесь видите как дополнили аксессуаром виде шарфика такого но вот этот образ уже более подходящий на холодное время года такая вот удлиненная белая курточка мне очень нравится джемпер под горло заметьте аксессуар очень интересно это все дополняет светлые брюки достаточно объемные и тоже грубые ботинки обязательно в зале найду артикул и вот этот образ мне очень понравился вот такой вот курточку предлагает нам манго абсолютно базовая она имеет капюшон сразу давайте смотреть артикул стоимость стоит эта курточка 3 600 наполнитель здесь искусственный это вот ощущается скорее всего здесь синтепон она имеет молнию и здесь на талии ее можно затянуть принципе неплохая обычная базовая курточка на каждый день но как за такую стоимость мне кажется можно найти что-то более достойное а еще эта куртка есть в таком красивом оливковом цвете смотрится гораздо дороже нежели в черном вот это возможно возьму на примерку составлю какой-то интересный образ потому что в принципе она базовая но при этом она будет очень хорошо смотреться как с брюками с джинсами принципе неплохой вариант покажу вам сейчас артикул на оливковую вот ловите а вот курточка которая на манекене мне очень нравится ее крой здесь идут потайные кнопки и также она она не имеет молнии то есть она застегивается полностью на кнопочках они потайные здесь такой вот спущенный рукав но девочки ткань плащевка ее качество постараюсь вам показать поближе такое ощущение что это жадко она очень такая грубая неприятная в целом очень интересная модель мне нравится в том то что она выполнена в таком светлом оттенке давайте посмотрим артикул стоит 3000 гривен вот ее артикул и наполнитель здесь тоже синтетический эта курточка есть в черном цвете вот так это выглядит и такой цвет пудровый но вот молочная смотрится конкретно в этой модели выигрыш не всего вот артикул черный вдруг кому-то будет интересно вот пальто который на манекене ну честно признаюсь пальтом назвать это достаточно сложно потому что это очень очень тоненькая ткань я бы это назвала удлиненным кардиганом оля пальто потому что вот ткань здесь она очень очень тоненькая давайте посмотрим на стоимость конечно возможно это прямо натуральная шерсть здесь так он не стоит это пальто у с 6000 здесь 19 процентов шерсти как я понимаю до всего 19 процентов шерсти и то что написано выше я не понимаю на каком это вообще языке 30 процентов только шерсть понятно в общем непонятная ситуация тут у нас хендмейт указано что это но опять-таки это что-то очень очень тоненькая холодная зимний день вы точно замерзнет да и в осенний тоже это покупка хорошая на весну я бы сказала светлом цвете мне нравится однозначно больше как-то подороже это все выглядит и при этом смотрите вот это пальтишко но достаточно такой удлиненная покажу вам сейчас артикул на светлую модель вот ловите но как видите еще раз повторюсь что это вообще за язык я не понимаю что здесь написано честно может кто-то мне расскажет но вот это вот что это что это это просто какой-то набор букв вот два интересных пальтишко мне очень понравились вот это кстати слева которая в оливковом цвете очень напоминает курточку из лары которую я показывала в одном из шоппинг-влогов только что она укороченная было а здесь вариант пальто смотрится уже поинтереснее давайте посмотрим поближе мне очень нравится этот оливковый цвет мне нравится вот эта отделка не очень плотная конечно тоненькая холодная день точно можно будет замерзнуть но опять таки если вы на машине не стоите на остановках то я не думаю что вы замерзнете принципе на зиму такой вещи можно задуматься давайте посмотрим артикул так стоит 4000 гривен вот артикул но я так понимаю наполнитель тоже здесь синтетический но тем не менее она достаточно тоненькая вот такая вот тельняшка стиле пола но я так понимаю на не оверсайз здесь такой вообще тоненький облегающий будет рукав и сама по себе тоже очень очень тоненькая это что-то оля футболочки с удлиненным рукавом но мне нравится то что это выполнено как пола на молнии с кольцом смотрится неплохо стоит 1000 гривен вот вам артикул вот этот свитер мне понравился опять таки в мой любимый оттенок здесь такой спущенный рукав свитер будет оверсайз у него очень хорошая длина если надеть джинсы или брюки с высокой талией будет очень хорошо это смотреться давайте посмотрим артикул стоимость стоит 1400 гривен но состав здесь синтетический я думаю что это акрил но очень приятный очень мягкий чем-то напоминает свитер из резерв который я вам показывала единственное что в резерв стоимость была более приятная потому что все таки стоит этот свитер 1400 гривен но за акрил это стоимость завышена вот этот жилет мне очень нравится я подобные показывала вам из зарым и вот такой же практически такой же есть в манго давайте посмотрим стоимость стоит 1200 гривен по моему в заре была такая же стоимость в принципе и качество у них похоже очень приятный трикотаж здесь на молнии единственное что вот манга нам предлагает комбинацию с такой хлопковой изумрудной рубашкой в принципе смотрится это неплохо вот еще такой вариант свитера более удлиненного предлагает нам манго это тоже акрил но такого неплохого качества он очень мягкий обратите внимание что здесь такие вот достаточно широкие будут рукава принципе мне нравится неплохой вариант горловина здесь как можете видеть такая не очень высокая не очень объемная давайте посмотрим стоимость стоит 1200 гривен вот артикул но это акрил девчонки касательно состава пожалуйста более детально если что уточняйте на сайте потому что еще раз покажу вам вот что вот это вот за буквы что это за язык я честно сказать не понимаю откуда вообще этот джемпер и многие товары в манго на абсолютно неясном для нас и языке хотя бы на английском было написано очень достойная модель такого классического ботинка с наборным каблучком классный цвет camel это натуральная замша замша очень хорошего качества мне очень нравятся эти ботинки думаю что возьму их на примерку так давайте посмотрим стоимость стоит 2 300 вот их артикул почему они так здесь наклеили ценник непонятно но не суть вот их артикул в целом очень хорошая модель и за такую стоимость принципе если вложиться в натуральный материал то почему бы нет тому же это такая классическая базовая модель которая будет очень очень долгое время актуально очень классная дубленочка как же она мне понравилась правда она такая коротенькая хотелось бы немножко подлиннее но опять таки это если мы говорим про моду и стиль это вряд ли про комфорт тепло и уютно но тем не менее если под низ надеть удлиненный теплый шерстяной свитер то я думаю точно не замерзните потому что во первых здесь внутри мех понятное дело он искусственный но он достаточно такой плотный она без лишних скажем так прелестей все достаточно лаконично такие накладные карманчики здесь молния все это очень скромно но при этом достаточно стильно смотрится давайте посмотрим на стоимость стоит 3000 гривен вот артикул еще она есть в светлом цвете мне светлое нравится больше не знаю почему камера мех передает с таким слегка розоватым как бы отливом но на самом деле нет это красивый молочный оттенок дубленочка очень симпатичная тоже возьму ее наверное на примерку сейчас вам покажу артикул на светленькую вот артикул светлый девчонки это дубленка она двухсторонняя смотрите то есть ее можно вывернуть в обратную сторону то бишь мехом носить наружу но если рассматривать такой вариант то в цвете camel выглядит это посимпатичнее напишите обязательно какой вам вариант нравится больше девчонки а вот это то что однозначно стоит брать свитер в стиле тотем единственное здесь немножко такая другая горловина можно как бы и поднять можно как пола носить но свитер вот прям практически один в один тотем очень хороший трикотаж смотрите здесь правда не такой объемный рукав как в тотем но как бы отголоски здесь прослеживаются очень стильный свитер я тоже возьму его на примерку вот его стоимость стоит 1400 гривен в принципе как для такого неплохого трикотажа и очень стильной модели очень хорошая стоимость думаю что в эту модель стоит вложиться а вот эта дубленка это то что однозначно стоит брать рекомендую от души если хотите приобрести что-то подобное смело берите вот это в манго она очень качественно выполнена здесь имитация искусственного замша но очень хорошего качества во первых сочетание цветов обратите внимание я всегда говорю о том что комбинация пастельных оттенков это всегда выглядит гораздо дороже давайте посмотрим на артикул а стоит 4000 гривен вот ее артикул так она выглядит внутри я ее тоже возьму на примерку покажу вам мех поближе очень-очень достойный вариант смотрите она в сочетании с свитером который я вам показывала ранее очень достойная модель вот прям рекомендую правда девчонки от сердца смотрите какой классный образ на манекене с данной дубленкой под низ еще надетый жакет в клетку базовая водолазка объемный аксессуар очки выглядит очень стильно и кстати те же ботинки которые я вам показывала вот в них тоже стоит вложиться вот этот образ мне очень нравится вы обязательно напишите как вам еще один достойный вариант хорошего свитера полоску здесь тоже идет спущенный рукав состав конечно акрил но достаточно неплохого качества мне нравится сочетание оттенков такой вот беши и черная полоса давайте смотреть стоит 1400 гривен вот артикул еще одна потрясающая дубленка смело могу сказать что исходя из масс-маркета в манго пожалуй дубленки самые классные самые сильные и очень хорошего качества мне это тоже очень нравится здесь такой получается оля английский воротник очень приятный мягкий мех красивый такой шоколадный оттенок стоит эта дубленка 4000 гривен вот ее артикул в принципе как для такого качества очень даже хорошая стоимость я думаю что она не один сезон разложит здесь тоже можно подвернуть рукав очень классная дубленка она идет на молнии если предыдущая у нас на пуповичках то это идет у нас на молнии эта дубленка есть вот в таком болотном оттенке но мне признаюсь честно не нравится предыдущая с светлым мехом выглядит на порядок лучше интереснее и дороже вот артикул вдруг кому будет интересное может кому-то понравится конкретно вот этот оттенок и безусловно этот практичный темный цвет нежели светлые но моя душа все-таки лежит больше к светлой вот такой базовый свитер нам предлагает манго из очень плотного трикотажа на вот таких вот аля деревянных пуговицах трикотаж очень очень плотный сейчас покажу вам поближе вот прям очень стоит данный свитер 1400 гривен а вот этот вариант для тех кто любит яркие акценты в своем гардеробе тоже очень неплохой кстати сочетание оттенков тоже достаточно такое приятное глазу не режущая неплохое качество это тоже акрил но вот правда ниточки вот эти как и я не люблю когда вот есть такие недочеты как бы стоимость не 100 гривен свитер стоит 1400 хотелось бы конечно чтобы вот этих мелких недочетов не было а вот платье которая на манекене мне она тоже очень нравится кстати его можно носить как под пояс как и без она достаточно миди если например это все совместить с кроссовками то пояс в принципе здесь и не понадобится если подобрать куда-то более классическую модель обуви то в принципе если это все под поясать как на манекене будет выглядеть тоже очень сильно мне нравится объемный ворот очень приятная ткань ну конечно же тоже акрил давайте посмотрим стоимость стоит 2000 гривен очень неплохой вариант курточка оля кимоно на запах зимой я уверена что в ней будет холодно потому что она вот просто идет на запах нет ну опять таки если надеть под низ жакет или очень теплый свитер то почему бы и нет а вот с мыслью об осени или весне очень кстати интересная модель единственно просто что мне не нравится здесь ткань вот она такая плащевка здесь как жадко вот мне честно это не очень нравится а вообще идея задумка модели кимоно очень интересно смотрится стоит 3000 гривен ну наполнитель здесь тоже искусственный для тех кто любит курточки пуховички миди очень достойный вариант в манго эта модель выполнена из кожзама кожзам очень хорошего качества такой мягкий показывает вам поближе как будто бы это натуральная кожа стоит 5000 гривен вот артикул очень хорошая модель и наверное я бы если искала что-то подобное остановилась бы на этой потому что все-таки из кожзама выглядит это подороже нежели из плащевки как вы считаете же данная модель представлена в красивом таком молочном цвете тоже очень неплохо смотрится мне даже нравится больше чем в черном вот оставляю артикул кому будет интересно светлая моделька вот еще одна очень достойная модель курточки мне прям она очень нравится единственная для себя я бы хотела бы в каком-нибудь другом цвете нежели в черном но опять-таки черное это базовое это практично это всегда беспроигрышно очень хороший вариант она достаточно такая плотная хочу сказать нравится что здесь потайная идет застежка стоит 3 600 а вот кстати и светлый оттенок специально для меня только об этом поговорила и вот здесь заметила я бы наверное себе взяла ее в светлом цвете вот как-то мне он ближе по душе покажу вам артикул может быть светлая тоже кому-то будет интересно очень классная шерстяное пальто не буду утверждать потому что здесь окажемся сразу артикулы стоимость как вы видите вот что это стопроцентное что это такое я юге я не понимаю честно что это за язык но я подозреваю что все таки это шерсть на ощупь и стоимость здесь 5000 гривен я не думаю что из каких-то искусственных материалов или акрила была бы такая стоимость на пальто на 5 таки на сайте хочу уточнить по мне самой интересно потому что пальто очень достойная в красивом цвете кэмэл достаточно удлиненное такое можно сказать классическое это пальто не совсем оверсайз мне очень нравится фурнитура здесь тоже хорошие вот такие вот олятки деревянные пуговички мне очень нравится пальто вот покажу вам как это пальто смотрится на манекене очень достойный вариант нравится мне как это все здесь подобрано все темное и акцент только на пальто очень классный образ очень хорошая курточка с мыслью о весне думаю стоит врать она удлиненная достаточно такая тоненькая как ветровочка очень много подобных я показывала из резерв из зары в этой очень красивый молочный цвет вот артикул стоит 2 300 очень неплохой вариант но опять-таки сейчас она очень-очень тонкая зимой точно замерзните и вот удлиненные челси я бы эту модель назвала так предлагает нам манго потому что полноценным сапогом называть это достаточно сложно потому что здесь длина что-то между челси то есть где-то вот так до высота у нас челси получается и вот сколько здесь сантиметров получается как бы и не сапог то есть что-то будет на пол икры наверное но опять-таки это все индивидуально это лично мои такие предположения в целом модель очень неплохая выполнена из кожи но для меня лично было бы лучше если бы либо короче либо было бы длиннее чтобы это был такой вот полноценный сапог потому что вот такая вот длина она может резать ногу в кавычках конечно же и образ может быть не очень таким стильным правильным я бы сказала неправильным по пропорциям а вот артикул стоит четыре с половиной тысячи это натуральная кожа вот так чтобы вам было удобнее но еще раз повторюсь я бы хотела чтобы они были либо короче либо длиннее также на манго предлагает еще вот такой вариант удлиненные курточки признаюсь честно мне как-то не очень она нравится слишком скромно выглядит в том же резерве из зари подобные модели мне на порядок понравились больше приятный такой пудровый припыленный я бы сказала цвет стоит 5000 гривен вот здесь хоть одно слово понятно написано здесь состав полиамид и вискоза вот вам артикул покажу сейчас поближе девочки я сейчас расстегнула это пальто здесь вот прям все продумано до мелочей эта модель идеально конечно подходит на вообще суровые морозы смотрите здесь получается внутри есть еще вот такая вот дополнительная как бы часть на молнии который можно отстегнуть то есть вот этот грубо говоря город то что будет здесь под горло можно убрать в принципе задумка неплохая но опять-таки это если прям готовится к очень-очень суровым холодом вот такие вот еще ботиночки я здесь нашла не могу их назвать полноценными челси потому что честно сказать они мне напоминают резиновые сапожки не более того как то вот мне данная модель честно не очень но здесь неплохая кожа хочу сказать немного погрубее чем предыдущих я вам показывала но принципе неплохо модель просто как банка очень аккуратно то есть они не будут смотреться достаточно грубо на ноге но обратите внимание на то что здесь нет молнии поэтому около высокий подъем я не думаю что будет очень удобно это обувать выполнение из кожи вот артикул и стоимость 2 300 очень классные брюки из кожи зама мне очень нравится вот в этом таком красивом фисташковом цвете обязательно возьму их на примерку также есть базовые черные они здесь идут на резиночке вот так они выглядят зауженные к низу очень хорошее качество кожи зама такое мягкое мягкое давайте посмотрим на стоимость с вами стоят 1400 гривен кстати а в резерве стали по моему 1250 но я бы наверное бы все таки на этих остановилась качество кожи зама здесь на порядок лучше также есть и лосины из кожи зама очень красивый такой вот цвет я бы не назвала его откровенно фисташковым на это что-то темнее молочного оттенка классические черные но этот цвет мне нравится на порядок больше здесь у нас получается по краю внизу идет вот такая вот потайная змейка но вот что мне нравится это качество кожи зама очень приятно очень мягко не знаю них никогда не было если кто-то покупал подобные лосины в манго напишите как они носятся мне очень нравится и здесь они сбоку тоже идут на молнии внутри резинка так стоит 1200 гривен вот еще один вариант очень теплой удлиненной модели куртки кстати здесь написано то что вот эта модель возможно в очень максимальном размере 4 xl может быть кому-то эта информация будет актуальна поэтому об этом говорю не могу понять какой здесь наполнитель вроде что-то похоже на натуральное но утверждать не буду стоит 5000 гривен вот как видите состав здесь понять невозможно написано что что-то здесь сто процентов не сто процентов возможно кстати здесь и пух перо но я не думаю что 5000 пух перо был бы в манго потому что это очень удлиненная модель в общем буду смотреть на сайте сапоги я просто влюблена это грубо говоря те же ботиночки которые я вам показывала ранее но только в формате сапог очень классная замша вот замша здесь выше всех похвал признаю честно я даже в обувных магазинах типа витарося эстра а не видела замша вот в таком качестве как здесь сапог очень классный высокий наборной каблук думаю что они будут очень устойчивые давайте посмотрим их артикул и стоимость так вот их артикулы стоят они 4000 гривен что я вам хочу сказать девочки в заре дороже 5 с чем-то по моему ближе к 6 не буду утверждать но по моему там стоимость выше но качество мне здесь нравится на порядок больше и очень классная такая модель вне времени вот если рассматриваете что-то подобное искренне от души им рекомендую вложиться в эту модель также в манго можно приобрести вот такие водолазки базовые в трех цветах такой цвет к ему голубой но ближе к синему и классический черный но девочки показывая вам их стоимость и между нами девочками не рекомендую очень очень тонкая ткань вот вы видите даже мои руки видно сквозь ткань очень тонкий трикотаж за такую стоимость я бы не рекомендовала ну вот артикул вдруг кому-то будет интересно и к тому же очень слишком такая простая базовая на руках даже нету на рукавах нет даже пуговичах как пуговича как заре или в том же резерве все неплохо но ткани ткани у меня вопрос слишком тонко как вам такой образ как такая вот шутка обязательно пишите мне в комментариях мне честно не очень напоминает это что-то аля мягкая игрушка вот качество меха мне совсем не нравится я бы назвала это шубка львенок но мне не нравится здесь вы видите как мех расположен совершенно в разные стороны как-то вот мне это непонятно качество какое-то подозрительное как для меня обязательно напишите ваше мнение показываю вам артикул стоимость стоит 5000 гривен но у меня огромный огромный вопрос честно это напоминает мягкую игрушку очень неплохой вариант праздничного платья платье в тире жак мис здесь такая вот сборочка у нас идет но почему это сделали в таком очень дешевом бархате вот сделали бы это например в шелке либо атласе выглядело бы это всем на порядок интереснее и дороже но давайте посмотрим сколько это у нас стоит 1200 гривен принципе очень неплохой вариант может быть черный смотрится поинтереснее давайте с вами посмотрим мне кажется что черный будет поинтереснее а черный это совсем другая модель вот эта моделька мне не нравится 1200 гривен вот артикулу но вот эта модель откровенно напоминает что-то из бабушкиного сундука вот как-то прям совсем ретро ретро это у нас здесь представлена новая коллекция и вообще весь вот этот стенд это моя любовь потому что я обожаю пальто очень мне нравится вот этот вариант удлиненного пальто давайте посмотрим поближе очень хорошего качества ткань но я не думаю что это шерсть где наша стоимость стоит 6 600 ткань уточняем на сайте мне самой интересно за 6 600 это все-таки шерсть или нет но хотя опять-таки пальто достаточно удлиненная здесь хорошая фурнитура может быть поэтому здесь такая завышенная как по мне стоимость но пальто очень интересная очень классный жакет мега трендовый из кожзама могу смело вам его рекомендовать здесь очень хорошее качество кожзама очень мягкая стоит 3000 гривен вот артикул но мне очень нравится этот жакет во первых за счет того что здесь идут получается два ряда пуговиц смотрится это очень сильно плюс такие вот как бы потайные карманы и еще здесь карманчик да карманчик обман но мне очень нравится такая прям вот классная культовая базовая модель я бы сказала потому что кожзам у нас уже скоро будет просто базой очень классная кепка в вот прям рекомендую это тренд этого сезона классная кепка возможно возьму себе мне на поток куртку под подойдет просто идеально стоит 800 гривен вот ее артикул вот кстати смотрите кошелек который отдаленно напоминает селин в харькове у нас была представлена сумка вот она прям один в один сумка селин если она здесь есть я вам тоже ее покажу стоит 500 гривен сумочка в стиле келли но качество девочки вот прям на двоечку все слишком скромно слишком слишком и она достаточно миниатюрная советовать не рекомендовать не могу стоит 1000 гривен опять-таки если рассматривать как аксессуар на один раз на выход то почему бы и нет но в черном смотрится на порядок лучше но при этом не могу сказать что выглядит как-то дорого вот прям слишком слишком дешево вот такие вот грубые ботинки выполнены из кожи но мне признаюсь честно тоже не очень нравится вот они слишком такие прям грубые в стиле милитари здесь вот эти вот заклепки как-то слишком много лишних здесь деталей как по мне но плюс в том что эта модель идет на змейке то есть у кого проблемы с подъемом будет очень удобно здесь они достаточно зауженные но я бы честно сказать вот эту часть просто отрезала и выбросила и тогда бы даже взяла бы наверное потому что в принципе мне нравится то что здесь это выглядит очень аккуратно здесь такая вот грубая но при этом не слишком грубая подошва давайте посмотрим на стоимость выполнены они из кожи так вот у нас артикул и стоимость 3000 гривен сумка которая у нас напоминает сумочку от prada смотрите даже здесь прям один в один имитация prada давайте посмотрим сколько она у нас стоит эта сумочка стоит 1000 гривен она есть также и в черном цвете фурнитура здесь серебро кстати очки в манго мне всегда нравились у них очень хорошая линза как для масс-маркета у меня было несколько моделей и я вам хочу сказать они такие долговечные очень интересная вот эта модель мне нравится также вот классика жанра такая есть чем-то мне это напоминает очки лоран покажу вам стоимость но в принципе все очки по 1000 гривен получается вот так находка на селе я вам хочу сказать девочки смотрите какие классные макосины вот прям очень классные рекомендую классная подошва супер просто замуж я не знаю где манга берет эти материалы но замуж мне безумно здесь нравится видно что вот прям высокого качества и кстати данная модель на селе стоимость очень приятная стоит всего 1400 гривен вот артикул также в манго есть вот такой вот пилот который очень похож на пилот из зары но единственное здесь обратите внимание на рукав здесь рукав идет получается на при сборке такой манжет можно отвернуть в принципе неплохой вариант опять таки это кожзам в принципе неплохой очень такой мягкий эластичный но мех какой-то мне кажется очень скромный он здесь вот прям совсем тоненький такой какой-то хотелось бы чтобы он был более такой пообъемнее вот так она выглядит внутри этот пилот тоже на мой не но модель абсолютно идентичная классическая базовая стоит 4000 гривен очень классная куртка очень она мне прям понравилась смотрите здесь идет такой тоже спущенный рукав немножко похоже на ту которая вам показывала в заре но это явно будет потеплее я уверена что здесь искусственный наполнитель но мне нравится как здесь оформлен непосредственно город такой а-ля английский воротник идет она на кнопках очень классная модель стоит 2 300 и красивый такой вот камера не передает я бы сказал это действительно оливковый красивый такой цвет очень дорого выглядит данная модель возможно тоже возьму ее на примерку так девочки мой первый образ такой классический образ в стиле манго я взяла например вот этот свитер у меня в размере с он очень приятный к телу здесь такое приятное качество несмотря на то что это синтетика но очень приятное качество также я взяла вот такие вот бежевые брюки они достаточно широкие на мне 32 размер хотелось бы 34 чтобы они были все таки подлиннее но 34 нет в целом мне эти брюки очень нравится очень хорошая здесь такая приятная брючная ткань хороший такой модный стильный фасон и кстати ботинки я таки взяла их на примерку хочу вам показать очень классно они смотрятся на мне 38 размер семерки нету и хочу сказать что в манго все-таки у меня 37 так же вот как и в заре только резерв почему-то я покупаю 38 они мне откровенно конечно большие примут очень некомфортно неудобно но мы сейчас рассматриваем исключительно модель мне очень нравится данный образ такая современная классика выглядит все очень стильно сюда можно и поясов как бы вставить еще в брючке тоже будет смотреться очень стильно напишите как вам этот образ и сейчас я его дополню уже верхней одеждой девочки взяла я например по эту курсу которая мне очень понравилась на мне размер xs но здесь очень короткий рукав имейте ввиду вот я бы хотела чтобы рукав был подлиннее в принципе можно взять и эску но она как бы достаточно все равно получается объемная в принципе она очень такая вот универсальная сюда можно если что и какой-то такой объемный палантин надеюсь очень так интересно завязать тоже будет смотреться стильно мне нравится как она вписывается в этот классический образ при этом можно это все заменить на джинсы и на грубые ботинки покажу вам далее но в целом мне куртка это очень нравится она стильная но рукав очень короткий рукав вот если бы он был бы подлиннее я бы подумала возможно бы даже и взяла бы ее потому что вот но очень она мне правда понравилась классная здесь плащовка такая вот этот интересный воротник очень классная курточка но имейте ввиду что если вы роста как я у меня 170 то руки будут вам короткие на xs девочки мой следующий образ я взяла вот такой вот очень приятный к телу свитер здесь очень высокая такая горловина здесь идет у нас такой градиент в принципе очень все это неплохо смотрится свитер хорошего качества тоже очень приятный очень мягкий к телу на мне размер 2xs также я это все разбавила вот такими молочными широкими джинсами джинсы кстати идут здесь с стрелами такими очень нравится катон достаточно плотный обувь у меня осталась та же единственное мне бы хотелось чтобы джинсы все-таки были подлиннее на мне 34 размер но в принципе так тоже неплохо обувь можно заменить на грубые ботинки на те же челси и будет это все смотреться не менее стильно в принципе мне очень нравится этот образ за счет того что свитер он все-таки укороченный такой не длинные видно полностью модель джинс как они сидят мне свитер очень нравится и в целом этот образ такой повседневный и очень стильный дополняя этот образ дубленка и все-таки девочки она потрясающая как же она мне безумно нравится она действительно очень хорошего качества она выглядит достаточно дорого на мне размер с единственный момент опять это длина рукава я здесь вот так как бы подвернула чтобы это был манжет мне больше нравится с манжетом но коротковато все-таки коротковато но опять это размер с на мне но м-ка будет слишком объемная сейчас я застегну и покажу вам как выглядит в застегнутом виде вот смотрите как она выглядит в застегнутом виде вот это конечно немножко оттопыривает но в принципе это все можно отпарить это вообще не проблема но мне очень нравится ее качество очень нравятся цветы и вообще вот в таком сочетании оттенков я всегда говорю то о том что это база и всегда это выглядит дорого мне очень нравится я бы сюда надела бы какую-то например еще объемную шляпу и возможно какой-то палантин дополнила и зимой так точно не замерзнуть дубленочка очень-очень такая плотная тепленькая я уверена что зимой будет тепло и уютно а вы конечно же пишите в комментариях обязательно какой образ вам понравится больше всего следующий образ такой повседневный стильный casual я взяла например эти брюки из кожзам мне очень нравится этот красивый такой бутылочный оттенок даже ближе к хаки я бы сказала они идут на резинке шнурок здесь видите а-ля кожзам но на самом деле он просто чем-то пропитан они затягиваются но на что вам хочу сказать на мне размер с и они достаточно на меня большие xs было бы лучше потому что вам вот откровенно они здесь прям очень свободные я бы хотела все таки xs но xs нет в принципе у них хорошая длина мне нравится как они смотрятся с моими грубыми ботинками ботинки из резерв у меня кому-то кстати резервы очень сильно режет ухо мне уже писали об этом в комментариях но я хочу сказать что каждый называет не то что как бы по-своему но вообще больше называют это резерт насколько мне известно но вот как-то у нас принято называть это резерв вот поэтому уж не обижайтесь поэтому называют так как больше это уже принято и на слуху вот такой получается образ в принципе мне очень нравятся эти брюки возможно возьму себе их онлайн но буду искать размер xs в принципе мне они очень нравятся такие стильные для этого образа я взяла пальто которое тоже показывала вам ранее в красивом таком бутылочном оттенке ближе конечно к хаки я бы сказала мне нравится как здесь обработан край на мне размер xs имейте ввиду что пальто достаточно объемное несмотря на то что я здесь его еще как бы немножко затянула на пояс но при этом оно все равно очень-очень объемная длина закрывает коленку нравится мне сочетание с кожаными штанами грубыми ботинками правда это смотрится все очень стильно здесь также есть карманы обратите внимание какой здесь высокий ворот то есть можно вот так вот прям запутаться и не переживать что будет холодно и при этом красиво можно разложить воротник в принципе мне очень нравится это пальто и в целом этот образ хочу вам показать пальто в расстегнутом виде чтобы вы понимали насколько оно объемное то есть я могу в него вообще вот так в два раза навернуться грубо говоря в общем это я к тому что если вдруг вы носите например м но хотите чтобы было так по вас по фигуре то смело можете брать эску ну и так далее вот на мне xs видите достаточно объемно это все смотрится но в целом мне нравится этот образ такой стильный кэжуал пальто оверсайз мне нравится вы конечно напишите в комментариях как вам нравится или нет свитер в стиле тотем я тоже взяла на примерку очень мне нравится ворот и такое ощущение что как будто бы у вас что-то надето под свитером очень стильно смотрится очень хороший здесь трикотаж приятный к телу на мне размер с достаточно объемно это все выглядит но мне нравится такой стильный оверсайз джинсы на мне от резерв грубые ботинки тоже резерв мне нравится как это все смотрится хочу вам показать еще как выглядит эта дубленка в сочетании с свитером в стиле тотем с джинсами и грубыми ботинками смотрится это очень стильно такой стильный трендовый повседневный кэжуал мне очень нравится эта дубленка еще раз повторюсь в 25 раз но правда скорее всего я ухожу с ней я взяла удлиненную дубленку в красивом шоколадном оттенке мне нравится как она смотрится в этом образе она идеально сюда просто вписывается мне очень нравится ворот ворот английский и она девочки очень такая плотная я думаю что зимой не замерзнуть в ней опять-таки на мне размер с или xs сейчас вам скажу на мне размер xs возможно я бы взяла эску опять-таки из-за длины рукава потому что ну слишком как-то коротковато мне кажется в принципе дубленка мне очень нравится тоже могу ее рекомендовать мне нравится оттенок качество очень хорошее вот так вот она сидит длина у нее на получается пол ноги у нас вот так получается мне очень нравится стильный такой повседневный образ опять-таки можно тоже разбавить это все объемной шапкой каким-то шоппером и будет это выглядеть все очень стильно на этом я буду завершать данный шоппинг-влог обязательно пишите в комментариях какой образ вам понравился больше всего мне спасибо что вы были со мной поддержите это видео вашим лайком подпишитесь на канал мне это будет очень приятно но мы с вами увидимся уже совсем скоро в новых шоппинг-влогах в новых обзорах всем спасибо и до новых встреч в новых видео всем пока